Вы знаете, я залез в такая симфония, знаете? Кто слышал про симфонию? Все слышали? Кто не слышал? Это такой словарик, где перечисляются все слова, которые использованы в Библии и в каких местах они использованы. Ну, у меня такая продвинутая симфония здесь, электронная. Я ввел слово «благодать» и слово «справедливость». Понятное дело, что слово «справедливость» и оправдание в ивритском тексте и даже в греческом звучит ненапево. Сдака. Но вот есть Сдака Божия, справедливость Божия, и есть справедливость человеческая. И вот представьте, как вы думаете, сколько раз в Библии повторяется слово «благодать» именно в таком сочетании? Не «благодать», «ю», не «благодать», а именно «благодать». «Хесед» на иврите. «Благодать», как вы думаете? Просто бросьте цифру. Десять раз, двадцать, триста раз. Еще кто-то. Семьдесят пять раз повторяется слово «благодать» во всей Библии. Семьдесят пять раз. Немного. 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 Можно, конечно, за уши притянуть все, что угодно, но Стефан сказал, что 75 душ переселилось из Израиля в Египет. Семьдесят пять было благострельно. Семьдесят пять слов «благодать» используется. Семьдесят пять раз. Дом Иакова. Сколько раз используется слово «справедливость» в русском переводе? Я понимаю, что в ивритском его больше, но в русском переводе, как вы думаете? Кто? Раз двадцать. Двадцать? Кто-то меньше, кто-то больше? Семь раз. За всю Библию семь раз используется слово справедливость. Но это в русском переводе. Я не говорю в ивритском, сейчас не трогаем в иврит, потому что в иврите там другие слова. Мы сейчас говорим русский перевод, на котором многие из нас покаялись, на котором многие из нас растут, возрастают и благословляются. Так вот, я хочу сегодня поговорить с вами, почему Бог так много говорит о благодати и так мало говорит о справедливости. И я нашел несколько мест Писания, я просто их зачитаю сейчас одно за другим. Мы с вами их обсудим, потому что действительно сегодня слово у нас, я хочу, чтобы было покороче из-за молитвенного служения. Итак, Второзаконие, 4 глава, 7-8. Это не первое место, где упоминается слово благодать. Было еще такое место, были такие места описания в бытие. Но вот о чем говорит здесь Библия, когда говорит, вернее, Бог, когда говорит о справедливости. Давайте начнем с благодати. Книга Бытия, 6 глава, 8 стих. Мы как раз сейчас и изучаем. Ной же обрел благодать перед очами Господа. То есть благодать, она приобретается. Мы приобретаем благодать. Или благодать изливается на нас. Мы сами не можем рождать эту благодать. Мы можем ее только получить. И благодать это сверхъестественное вмешательство Бога в нашу жизнь, во благо, а не во зло. Это вот очень такое, самое простое объяснение того, что такое благодать. Это сверхъестественное вмешательство Бога в нашу жизнь, во благо, а не во зло. На русском даже звучит. Благо дать. То есть дает благо. И вы знаете, как переводится слово благо на еврит? Не знаете? Тов. Тов. Слово познания добра и зла. Веритерево познания добра и зла тоже было. Этсда, тов, вера. Древо познания хорошо и плохо. То есть благодати и неблагодати. Так вот, Ной написано, обрел благодать в глазах Господа. Почему? Мы с вами знаем, да? Потому что шестая глава заканчивается. И все сделал Ной так, как говорил Ной Господь. И дальше есть много раз, когда повторяется слово благодать, но мы встречаем слово справедливость первый раз во второзаконии. То есть уже евреи побывали в Египте, уже вот-вот войдут в землю Абиталам, и тут начинается разговор о справедливости. И вот что здесь написано. Четвертая глава, седьмой восьмой стихи. Ибо есть ли какой... Это Моисей говорит народу. И напомню, это глава, где Моисей рассказывает народу о том, что они видели, слышали все, что они прошли. И вот он говорит такую вещь. Ибо есть ли какой народ великий, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь. Ибо наш Бог, когда не призовем его... Как наш Бог, когда не призовем его. Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления, и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. То есть, Моисей предложил евреям... Посмотрите, предложил. Имеется в виду, не сделал предложение, а положил перед ним. Он положил перед ним и закон. И говорит, вот, и он справедливый. Но если мы внимательно читаем этот закон, за нарушение его справедливое наказание. То есть, если ты в законе, то ты спасен. А если ты не в законе, ты наказан. То есть, ты заранее обрекаешь себя на наказание. И вот я хочу, чтобы мы обратили внимание на местописание. Я не помню, где оно сейчас просто пришло в голову. Помните, когда юноша шел рядом с Иисусом и говорил, «Я всю жизнь соблюдаю законы, заповеди, чту их свято». И дальше Иисус говорит ему страшные слова. Страшные. Но мне это страшные слова. Я бы не хотел, чтобы мне такое сказал Бог и все. Он сказал, продолжай поступать так, соблюдай все заповеди, спасешься. То есть, фактически, он говорит мне, если ты не будешь соблюдать все заповеди, конец. Да? И это нехорошо. Кто хочет быть подзаконным? Кто из людей может быть подзаконным и не нарушить закон? Никто. Невозможно не нарушить закон. Мы даже уголовный закон, уголовный кодекс нарушаем. Здесь все нарушают уголовный кодекс, знаете? Все сидящие здесь, особенно водящие машину, нарушают уголовный кодекс. Просто этих нарушений так много, что преступления, связанные с нарушением дорожно-транспортного регулирования, изъяты из уголовного права. Но это же законы. Мы все их нарушаем. Здесь чуть проехали, там чуть подрезали, тут так, тут это. Никто не ездит по правилам на 100%. Так же и в жизни. Так же и в жизни. Мы всегда где-нибудь пытаемся скосить углы, найти короткий путь. Но тогда получается, что мы уповаем на справедливость. И смотрите, что происходит дальше. Когда человек уповает только на себя, и он не видит Бога в своей жизни, вот здесь Моисей говорит, что Бог близок к нам. Нет такого народа, где Бог был вот так близок, когда мы только его вызовем, он тут же приходит. Но когда человек уповает только на себя, он начинает нам казаться справедливым человеком. Целая книга судей написана о том, как люди жили по справедливости. То есть по совести. То есть кто как считал нужным. То есть у каждого про справедливость своя. И вот Иов в первой главе, прямо первая глава начинается с этого. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. То есть, дальше, когда Бог дьяволу, ну, сатане, предлагает познакомиться с новым, он ему говорит тоже. Ты видел такого человека, который справедливее, которого нету на свете? Но смотрите, что происходит дальше во всей книге Иова. Он всегда искал справедливости. А Бог не ищет справедливости. Бог уже один раз сказал, справедливость только в одном. Соблюдете закон? Будете благословлены. Не соблюдете закон? Не будете благословлены. У Иова была одна проблема. Он не знал закон. Он жил по совести. Поэтому был богобоязненным человеком. Он боялся Бога. И когда мы говорим о человеке, мы всегда говорим, он справедливый человек. Мы говорим, он благой человек. Не бывает у него такого, да? Здесь говорят блаженный, в смысле счастливый, но не благой. Окей? А про человека мы говорим обычно справедливый. Справедливый судья, справедливый человек, справедливый начальник, справедливый отец, справедливый родитель, ну и так далее. Мы никогда не говорим о человеке, что он благой. Согласны? Или нет? Не говорят благою человеку. Да? Говорят, он делает благие дела, но не говорят, что он благою. Потому что о благости принято говорить в каком-то понимании возвышенном очень. И в книге судей, когда один из героев, героев веры, будем его так называть, звали его Гидеон, или Иеровал, он вот что говорит, он с Богом, тогда с Богом торговались, тогда с Богом можно было торговаться. Сегодня мы, знаете, не любим с Богом торговаться, разговаривать, но это то, чего Бог от нас хочет. Об этом будет отдельный разговор, не сейчас, не сегодня. Просто я говорю, смотрите, как он разговаривает с Богом. И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь медианитян, как одного человека. Это Бог ему пообещал. Теперь, Гидеон, он как обычный человек, хочет знамений. На этом основании потом уже и Павел говорит, что евреи всю жизнь искали знамения, а эллины мудрость. И вот он говорит, Гидеон, Бог, если я обрел благодать перед твоими очами, то есть, опять же, обрел благодать, не я там, обрел благодать перед твоими словами, то сделай мне знамение. То, что ты говоришь со мной. Не уходи отсюда, да, коли я не приду к тебе, не принесу дар от моего, не принужу его к тебе. И он сказал, я останусь до возвращения твоего. То есть, смотрите, как это показывает нам близость Бога. Обычно люди воспринимают Бога как какого-то такого, знаете, ну, особенно ветхозаветнего, такой какой-то грозный старик, который там сидит на небесах, и ему уже все надоело, и он то по топам поразит, то там кого-то сожжет, то еще, молния-то кого-то убьют. Но здесь Бог показан совсем с другой стороны. Во-первых, Он приходит к человеку и говорит ему, я уже все решил, за тебя все сделал, все будет хорошо, только сделай, вот так и так. Человек ему, с одной стороны, доверяет, с другой стороны, говорит, минуточку, дай-ка я проверю, а Бог ли ты на самом деле? Не уходи отсюда, пока я не принесу жертву свою. Бог ему говорит, хорошо, я подожду. То есть, это местописание показывает нам, насколько Бог на самом деле хочет с нами общения. Он готов, он готов ждать, у него он вне времени, он подождет столько, сколько надо. Ему, конечно. Столько, сколько надо, он подождет. У него все распланировано от начала и до конца. Поэтому он точно знает, и он говорит, у меня есть намерение, а вас во благо. Литов в логе раа, там написано. То есть, он нам дает благо. Мы не можем дать благо, мы можем делать только благие дела. То есть, угодные Богу. Благо мы дать не можем. Какие блага мы можем дать? Никаких. Мы можем только делать благоугодные какие-то дела. Дальше, смотрите, мы переносимся с вами в псалмы, это уже взаимоотношение, написано, что псалмы Давида были только до 70-го псалма. Ну, возможно, здесь какое-то авторство может быть сохранено, может быть, люди, которые писали, цари и псалмопевцы, они были вдохновлены псалмами Давида, и они дальше говорили такую вещь, например. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу ходящим в непорочности, и он не лишает благ. То есть, мы возвращаемся ко второзаконию. Там написано, что Бог справедлив, с одной стороны, если мы соблюдаем закон, но с другой стороны, здесь псалмопевец говорит, что если мы ходим непорочно, как Авраам, кому первым было завещано ходить непорочно перед Богом? Авраам, уходи передо мной непорочно, то такого человека он благ не лишает. Опять же, откуда блага? Кто дает блага? Бог. То есть, получается, что если мы живем по совести в любом случае, да, у нас совесть же есть, потом Павел-то нас обличает и говорит, что если совесть наша обличает нас, или сердце наше, в разных местах по-разному переводится, то корни пачи Бог, потому что Бог больше совести. Да? То есть, если мы ходим непорочно, а кто дает оценку порочности и непорочности? Ну, наверное, сердце все-таки, все-таки совесть. Потому что, знаете, человек бывает иногда натворит дело, а потом ему стыдно становится. Иногда стыдно становится заранее, потому что он подумал даже такие дела сделать. Но бывает, что натворит дело, а потом стыдно становится. Тоже бывает такое. Но вот когда мы стараемся ходить непорочно, тогда Бог нас не лишает благ. Он нам дает какую-то благодать сверхъестественную, которую мы сами получить ни от чего не можем. Мы не можем ее купить и так далее. Хотя, хотя, есть вещи, приобретая которые, мы можем заслужить благ. Притчи. Я напомню, что в 8 главе притч рассказывает, говорит с вами мудрость Божья. И мудрость Божья говорит следующее. Потому что, кто нашел меня, это мудрость говорит, да, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. То есть, если мы приобретаем мудрость, там даже написано, приобретаем мудрость и умение всем богатством. Если мы приобретаем мудрость, находим ее, приобретаем эту мудрость, то мы получаем жизнь и получаем благодать от Бога. То есть, мы уже с вами пришли к чему? К тому, что благодать, она изливается сверхъестественно. У нее есть условия получения этой благодати. И первое, то, что было, это быть непорочным. Второе, быть справедливым, ну хотя бы в глазах своих. И третье, это приобретать мудрость. Аминь? То есть, ну, здесь так написано. Я же ничего не придумываю. Дальше. Там уже в притчах написано, «Кто нашел добрую жену, тот получил благодать от Господа». То есть, я, как бы сказать, здесь не написано, «Бог даст тебе хорошую жену». Ну, добрую. Добрую, если бы хорошую. Там опять, «Иша-Тува» там написано. Он дает то же самое через жену. То есть, «Иша-Тува» и благословение у нас это «Тов», «Благодать». То есть, получается, что само нахождение хорошей жены и есть благодать. Потому что в другом месте написано, когда про блуд речь идет, там же в притчах написано, «На кого Бог прогневается, того в этот блуд он и помещает». То есть, а что такое блуд? Блуд от чего возникает? От того, что жена нехорошая, неправильная, не найденная, не от Бога. Начинается блуд. То же самое происходит и с хождением вслед других богов. Нам Бог не нравится. Опять же, в чьих глазах эта жена нехорошая? В глазах Бога или в глазах человека? В глазах человека. Он же, когда брал ее в жены, она же была хорошая, а в чё-то встала нехорошая. То же самое, когда Бог пришел к евреям, он был хороший, потому что вывел их из пустыни, дал им кушать, там не написано, логовь не сносилась, в коленах не было болящих, одежда не истлела на них. Но он говорит, когда войдут в землю обетованную, начнут ходить, там блудить вслед других богов. То же самое происходит и с человеком, когда он находит не то, что Божье. То есть, если он видит в чем-то неудовлетворение своих собственных потребностей, он начинает искать чего-то лучшего. И он никогда не обращается к Богу. И вот здесь как раз Бог должен вмешаться в сверхъестественную. И он говорит, что тот, кто нашел хорошую жену, а кто должен решать, хорошее оно или нехорошее? По идее, Бог. Да? Ну так или нет? По идее, изначально, это Бог должен решать, что оно хорошее. А если человек решает, хорошее оно или нехорошее, что он делает в этот момент? Берет на себя полномочия Бога. А Богу это не нравится. Поэтому и жену хорошую дает Бог. И когда мы увидим, написано, кто нашел жену хорошую, когда мы увидим, что мы нашли жемчужину, то мы получаем благодать. Потому что это из Царствия Божьего послание. Хорошая жена. И потом Иисус сравнивает такую притчу, говорит, это все равно, что Царствие Божье потом из жемчужины, которую человек нашел и продал все, чтобы ее приобрести. То же самое с мудростью, то же самое с хорошей женой, то же самое и с добрым сердцем, которое мы должны просить у Бога. Потому что мы не говорим, что мы сами создадим себе мудрое сердце. Это Бог создаст нам сердце, которое будет наполнено мудростью, законом, его законом, естественно, его благодатью. Дальше написано, там же в притче, в еблизиасте написано, слово из уст мудрого благодать. А мудрость у нас откуда? От Бога. Мы ее должны найти, обрести, приобрести. И когда у нас есть мудрость, то мы говорим мудро, и это благодать. То есть, понимаете, да, цепочку? Мысли приходят нам в голову, мудрые от Бога, и мы эти начинаем мысли говорить, и это есть благодать. Поэтому иногда мы путаем человеческую благодать с Божьей благодатью. Вот знаете, когда говорят сладко, вот мы путаем иногда. Это Божье, Божий разговор, то есть это от Бога идет, или это от человека идет. Вот, например, наушник, то есть сплетник, написано, что он как сладость проникает вовнутрь. Но это ведь не от Бога? Хотя нам приятно слушать, когда сплетни рассказывают. Это не от Бога. От Бога только мудрость. И когда человек, написано, говорит мудро, он являет собой благодать. Но мы знаем, что благодать, она Божья, она не человеческая. Дальше написано в Новом Завете уже, и сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать в глазах Бога. Что значит благодать обрела? Есть много споров. Что значит Мария была, на этом целая доктрина церкви католической, ну и православной тоже построена, что Мария, она была особенная, она была не такая, как все. Поэтому она была избрана Богом, чтобы родить Сына Божьего. Но на самом деле она обрела благодать, сверхъестественное вмешательство Бога в ее жизнь, во благо, а не во зло. Это не потому, что она была особенная, она рождена от такой же любви мужчины и женщины, от плоти и крови, от хотения мужа, как написано в Писании. Она родилась в любодеянии, то есть кто-то кого-то захотел в жены, женился и родили Марию. Она такой же человек, и все остальные. Но Бог сверхъестественно вмешался в ее жизнь, в ее благо. И поэтому она совершенно не суперчистый сосуд. Она просто получила благодать в глазах Божьих. Почему? Не знаю. Может быть, делами своими она заслужила это. Потому что Бог говорит, что мы богаты на всякое дело, на всякое доброе дело богаты. Да, возможно, она была богатой на всякое доброе дело. И она обрела такую благодать. Мы не знаем. Нигде не написано, почему именно Мария обрела благодать в глазах Божьих. Но Евангелие, понимаете, оно не о Марии. Евангелие, оно об Иисусе. А Мария просто обрела благодать и благодаря тому, что она обрела благодать, родился Иисус. Потому что нужно было, чтобы он родился. И дальше написано, что младенец, это следующая Евангелие в Духе, 2 глава, 40 стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. И благодать Божья была на нем. То есть Бог сверхъестественно вмешивался в его жизнь во благо, а не во зло. Почему? Потому что он был младенец, написано. Он был подросток, он даже повел себя один раз как нормальный подросток. Все пошли, значит, домой после Песоха или после Шеволота, я уже не помню. И потеряли его на четвертый день пути. Помните? Пришли в Иерусалим, вернулись, он там сидит, проповедует раввинам. Они так девятся его мудрости. Мама ему говорит с папой, ну-ка давай домой быстро, мы тебя тут ищем. Он говорит, а вы что, не знаете, где я должен быть? Ну, это нормальное подростковое поведение. То есть мы видим, что Иисус человек. Понимаете, да, о чем? Но благодать Божья была на нем. Вы со мной? Что бы ни происходило, благодать, смотрите, его могли украсть, его могли продать в рабство, его могли убить еще, когда он был младенцем. Но благодать Божья была на нем. В он сверхъестественно Бог вмешался. Теперь, когда мы говорим с вами о том, что мы должны уподобиться Иисусу Христу, то это значит, что мы уподобляемся ему и в благодати. Благодать Божья и на нас тоже. Аминь? Она на нас. Потому что мы, написано, ходим непорочно перед Богом. Ну, стараемся, по крайней мере. Мы стараемся. Но хождение непорочно очень многие путают с хорошими делами. Но, написано, что делами не оправдается никакая плоть. Ходить непорочно это значит не осквернять себя ничем. Осквернение приходит не изнутри. Осквернение приходит снаружи. Священники, когда находились в стане Израилевым, они даже не выходили за пределы Скинии, потому что им нельзя было даже случайно встретиться с кем-то, кто осквернен. Иначе они переставали быть уже чистыми. Мы с вами находимся в рамках Божьего Царства и мы контактируем с этим миром на каком основании? Мы об этом говорили две проповеди назад. Что у нас есть власть противостоять вражьим силам. У священников там не было власти такой. Там только Бог. Вот он их охраняет в пределах Скинии и забор этой Скинии. И все. А здесь у нас есть власть. Иисус в нас и написано перед именем Иисуса преклонится любое колено небесное и земное происходие. Мы имеем сверхъестественную защиту, потому что на нас сошла благодать Божья. И это сверхъестественное вмешательство Бога в нашу жизнь. 90-й псалом начинается со слов уповающий на Господа под сенью всемогущие упокоятся. Я об этом тоже рассказывал. То есть легко это представить. Тень которую отбрасывают крылья Божьи. Ну, грубо говоря. И вот пока мы под этими крыльями находимся, мы под его защитой, под его благодатью. Как только мы вылезаем, голову наружу протягиваем, тут же раз по башке. Дьявол. Он там сидит для этого, он ждет, когда мы высунемся, чтобы дать нам по голове. Поэтому кто под тенью, тот был под благословением, под крыльями его. И когда мы обретаем вот такую благодать, мы должны понимать, что у нас такая же благодать, как у Иисуса Христа. Если мы ходим непорочно перед Богом, то есть мы не оскверняемся ни от чего. Писание говорит, ничего непотребного не положу перед начальник своей. И глаза мои на верных земли сей. То есть даже Иисус об этом говорит, берегите прежде око свое, потому что оно есть свет всему телу, потому что есть и тот свет, который в вас тьма, то что же такое тьма? Мы не можем себе позволить оскверняться от того, что вокруг нас. Поэтому некоторые заходят слишком далеко, они вообще с миром не общаются, в монахи уходят, у них ни радио, ни телевидение, ни фильмов, ни интернета, ничего нет. Но это уже через что? Мы же можем фильтровать, что да, что нет, мы можем выключить, можем не смотреть. Но это наш выбор. Обретать благодать врача Господа или нет? Дальше, Иоанна, 1 глава, 16-17 стихи. От полноты его все мы приняли благодать на благодать. Но в оригинале греческом написано благодать вместо благодати, хорин, антихорин. Что такое благодать вместо благодати? Благодать уже была. Тем самым, что Бог не погубил землю за все грехи. Благодать уже была. И об этой благодати и пророки писали. Они говорят, благодать Господня обновляется каждое утро. По-моему, Иоанна писала. Обновляется каждое утро и благодаря этому мы живы. Да? То есть, была благодать, но мы получили большую благодать. То есть, вместо прежней благодати, благодати по страху, мы получили другую благодать. Потому что тут написано от полноты его мы получили эту благодать. И дальше написано, Ибо закон дан через Моисея А там написано, что если будете соблюдать закон Справедливый То будете под благодатью Под благословением Не будете, будете под проклятием И все люди старались соблюдать закон Чтобы быть под благословением Хотя под проклятием не попасть А здесь написано Но благодать же и истина произошли через Иисуса Христа То есть не сам Иисус стал благодатью на нас А они произошли в нашей жизни Когда мы приняли Иисуса Через него мы получили вместо той благодати новую благодать, и она другая. Потому что правила Игоря поменялись. Вы со мной? Аминь. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, не написано. Деяния апостолов. Смотрите, очень важный момент. Это 4 глава, 33-34 стихи. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса. Они свидетельствовали. А это то, к чему Бог призывал. Тогда вы будете свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Они это исполняли. И даже не бездна. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никакого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями домами, продавали их и приносили цену проданную. То есть, мы возвращаемся опять в Ветхий Завет. Вот когда говорят, есть противоречие между Ветхим и Новым Заветом. Нет. В Писании, 8 глава, 18 стихи в Тразаконии говорит, «Чтобы помнили Господа Бога твоего, я наделяю тебя способностью обретать богатство». То есть, когда мы помним то, что Бог от нас хочет, мы получаем способность обретать богатство. И здесь написано, что когда они свидетельствовали об Иисусе Христе, то есть, помнили то, что Он им говорил делать. Они написаны, у них не было никакого, ни одного нуждающегося, и они все были под великой благодатью. Это подтверждение слов Ветхого Завета. Римлянам, 5 глава, 20-21. Нет. Все еще деяния. Речь идет о, по-моему, о Стефане. Нет, о Варнаве. Речь идет о Варнаве здесь. Варнава, он был призванным апостолом. И он, написано по откровению, призвали в Антиохию. И там написано, это 23-24 стих. «Он, прибыв и увидев благодать Божию, где? В Антиохии. И там проповедовал до этого Павел, и очень много было покаявшихся. И увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложились довольно народу Господу». Это касается нашего сегодняшнего молитвенного служения. Мы должны быть, как здесь написано, быть искренним сердцем и держаться Господу. Тогда преисполнется довольно народу Господу. То есть, если мы будем искренним сердцем и держаться Господу, то Бог будет умножать нашу церковь. Это очень важный момент. Потому что мы удивляемся, почему церкви не растут. Тогда они растут, только медленно. Почему? Потому что не все еще пока держатся Господа. Нужно к этому стремиться. Римлянам, 5 глава, 20-21 стихи. «Закон же пришел после. Таким образом умножились преступления. А когда умножается грех, стало призабиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность в жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». То есть, люди грешили, появился закон, чтобы они понимали, где грех, где не грех. Помните, что был период, когда люди жили, ну, кто как хотел. Потом пришел закон, но даже когда пришел закон, все равно все жили, как хотели. Книга судей. Все жили, как хотели. И это было вообще страшное время. Потому что каждый делал, как считал, справедливо. По человеческим меркам, не по Божьим. А Божьи мерки, они очень простые. Придерживаешься закона, есть благодать. Не придерживаешься закона, нет благодати. И благодать была, но Иисус принес другую благодать. Теперь Бог не расправляется с нами, не судится с нами здесь и сейчас. Он не судится с нами здесь и сейчас. Он предлагает нам покариться. Он предлагает нам жить вечной жизнью. Потому что Он уже все совершил. Он все наши грехи понес телом своим на крест. Мы должны понять, что мы больше не можем грешить. И вот здесь вот дальше Павел заключает, это уже в 6 главе. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? То есть некоторые говорят, что чем больше на основании этих слов, что когда пришел грех, появился закон, потом пришла благодать. Не нужно, что мы... Оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И здесь очень важный момент, когда мы перегибаем палку. Иногда и говорим, что человек грешник. Мы потом скажем, а человек-то верующий? Ну, конечно, он верующий, но он верующий грешник. Так не бывает. Человек верующий грешником быть не может. Человек может делать неправильные вещи или находиться в демонической зависимости, когда он реально себя не контролирует. Потому что его плотью управляют какие-то другие духи, не дух святой. Но это не значит, что он грешник, это не значит, что он одержимый. Это человек, за которого нужно молиться. Иисус тоже, смотрите, все те, кого Иисус освобождал, они все были верующими когда-то. Потому что неверующие евреи по тем временам это нонсенс. Сегодня есть неверующие евреи. Они все веровали, но что-то пришло. Пришел дьявол. А мы знаем, что его план это украсть, убеги, погубить. Он ими овладел. Но они не были исполнены Духа Святого, эти люди. И их плоть отдалась этому покорившему. Написано, всякая тварь стинает и мучается в ожидании сынов. Божия бы покорилась ему не добровольно, а по воле покорившего. Иисус пришел, освобождал этих людей, и они снова становились верующими. Но теперь они уже были другой стил. Потому что Иисус запрещал дьяволу приходить к этим людям снова. Но человек может выбрать опять вернуться на прежние свои пути. Потому что Иисус, он же рассказывает притчу о том, что ходят по безводным местам, возвращаются. И тогда второе хуже первое. То есть мы должны, когда мы освободили... А Иисус освободил нас. Мы как раз вчера с Танем на эту тему разговаривали. Когда человек рожден свыше, он освобождается в этот момент от всего. Есть, конечно, еще какие-то зацепки из прошлого. Но поэтому и говорится, что святость это не факт, это процесс освящения. Да, святое освящается еще. Спасение нужно совершать, хранить. Это уже другой вопрос. Но не бывает так, что человек уверовал и остался грешником. Потому что у него другой компас появился внутри. Его другая сила обличает сегодня. Его Дух Святой обличает о грехе. И когда человек получает вот эту благодать, когда у него теперь есть внутри Дух Святой, который ведет, ему говорят, сюда не ходи, туда не ходи, вот так ходи. И человек при этом не слушается, то тогда у него проблемы реально. Он в бунте все еще. То есть он, скорее всего, не рожден свыше. Из-за такого человека нужно молиться. Это не значит, что он потерян для Бога. Нет, может быть, он специально был приведен в церковь и не родился, чтобы мы молились за Него, чтобы Дух Святой пришел на Него и освободил ее. Потому что написано, кого Сын освободит, тот истинно свободен Бог. Не мы будем молиться за Него, а кого Иисус освободит. А для чего это все происходит? Для того, чтобы слава Божья проявилась. И благодать, она исключительно для проявления Божьей славы. Я вам скажу даже мелочи, вот просто мелочи. Позавчера нужно было для одной какой-то цели выделить мне, вы знаете, я делаю себе эти самые некции антибиотики. И там в наборе есть обязательно маска, чтобы соблюдать стивильность. Я один набор распаковал, отдал маску, потому что ему понадобилось человеку. Ну ладно, в следующий раз, когда буду делать, одной маской буду пользоваться, когда ставить и когда снимать. Открываю второй набор, а там две маски лежат. Вот даже в мелочах Бог проявляет милость и благодать. Он вмешивается в сверхъестественное. Я не видел еще ни одного такого набора, вот я уже сколько, несколько недель, чтобы было две маски. А тут, а я одну отдал, а в другом две штуки лежат. Это просто, это называется сверхъестественное. Ну, многие скажут, это совпадение, это случайность. Нет. Это сверхъестественное вмешательство Бога в нашу жизнь, во благо, а не во зло. И даже в мелочах. И я хочу, чтобы мы научились замечать эти мелочи. Что мы не должны сейчас спуститься в какие-то там тяжкие, чтобы увидеть Божью благодать, чтобы она нас спасла. У Него достаточно милости. И вот к нашему разговору вначале не важно, кто куда ушел. И кто куда отошел. У Бога достаточно милости и благодати подождать, пока Он вернется. Наша задача, чтобы этот человек не забыл Бога, чтобы он помнил, куда вернуться. Потому что притча о блудном сыне говорит, что когда он пришел в себя, он вспомнил, куда вернуться надо. Знаете, сколько таких ушедших от веры есть? А я знаю гораздо больше у них, которые вернулись. Потому что они, придя в себя, в каком-то моменте понимают, что нет другого пути. Потому что они знают Бога. Но мы с вами говорили в прошлый раз, мы все здесь не просто так. За нас кто-то молился. Кто-то за нас молился. Бывает, что этот человек даже нас не знает. Но по большей части за нас молились те, кто нас знает. И мы здесь. Надо продолжать молиться за тех, кто не верит. И я знаю, что здесь есть люди, у которых родственники не верят. У которых дети не верят, родители не верят. Если мы будем за них молиться, и сегодня мы будем за них молиться, эта вера придет. Потому что на них сойдет Дух Святой. И они признают Иисуса Господом. Так произошло со мной. За меня однозначно много кто молился. Потому что христиан вокруг меня было много. Они, видимо, все хотели, чтобы я покаялся. Но они этими своими хотениями сконцентрировали Божье внимание на мне. И в конце концов это произошло. Потому что Бог не хочет, чтобы люди погибли. Бог хочет, чтобы люди спаслись. И иногда Он проводит их через вот эту долину смертной тени. Там главное, чтобы помнили про жезл и про посох. Про жезл и про посох. Если мы помним, тогда это будет успокаивать нас. И благодать Божия, она не по человеческой справедливости. Она сверхъестественная. Она необъяснима. Она необъяснима. Потому что Бог говорит, мои мысли, не ваши мысли. И пути мои, не ваши пути. Мы иногда хотим, чтобы все было по нашему разумению. Мы не понимаем, я Бога не понимаю. Как Он вот то делает, это не делает. Так никто его не понимает. Его нужно искать, а не понимать. Ты понять Бога не можешь. Потому что Он тогда становится объектом исследования. А Он не может стать объектом твоего исследования. Потому что Он создал то, чем ты Его исследуешь. Ну то есть, вот этот орган между правым и левым мухом. Его нужно познавать. Вот вы знаете, мы родители делаем кучу ошибок. Нет потому что профессиональных родителей. Все родители любители. Кучу ошибок делаем. И дети нас познают. Они исследуют, как мы реагируем на то или другое обстоятельство. Но понимаете, в чем все дело? Мы люди. Мы можем меняться. Сегодня мы одни, завтра мы покаялись, и другие. А Бог написан всегда один и тот же, и в нем нет ни тени перемены. Куда проще познать того, в ком нет ни тени перемены, когда мы заранее знаем, какая будет реакция. И в этом тоже благодать. Мы не можем сказать, что вот мы сейчас его познаем, а потом он из принципа возьмет и сделает наоборот. Нет, у него все понятно. Он ограничивал для нас себя рамками своего слова, и там все четко расписано. Там нет ничего, что мы не можем понять или принять. И в этом тоже благодать Бога. Я хочу, чтобы мы научились сегодня жить не по справедливости своей человеческой, а по Божьей благодати, которая проявляется во всем, в мелочах, в нашей жизни, в жизни наших близких. И просто иногда это объяснить невозможно. Это представить себе невозможно. Но Бог настолько благ, что мы реально просыпаемся утром и думаем, мы на самом деле проснулись-то по Божьей благодати. А совсем не потому, что мы захотели проснуться. Бог просто утром взял и вернул нашу душу в наше тело. Потому что Ему нужен еще один день, чтобы мы познали Его. А мог оставить Его себе, чтобы спасти. Зная, если мы будем косячить. Поэтому каждый день, который мы проснулись, это бонус для нас. Это значит, что Бог что-то еще учит от нас. Он хочет, чтобы Он что-то еще мы сделали для Него. Не для себя, а для Него. И в этом тоже благодать. Несправедливость. Потому что по справедливости, если брать, если так честно посмотреть на себя в зеркало, по справедливости нам уже нужно было не проснуться лет назад, чтобы не грешить больше. Мы просыпаемся, значит, Бог в нас верит. Он нас не оставляет. Он нам доверяет. Он называет нас своим другом. И говорит, идите и делайте. Не мучить нас, Он послал в этот мир. Он говорит, идите и делайте. По моей благодати все будет хорошо. Как у Ионы. Он же вмешался во все, что Иона делал. И его никто не тронул. Хотя всех остальных не будем говорить, что с ними делать. Потому что там, где есть Божья благодать, там нет опасностей вообще. Нету. Там все Бог предусмотрел. И за это нужно будет тоже сегодня молиться. Аминь.